Всем привет! Сегодня снимаю на веб-камеру, но мне просто как бы не терпится дождаться уже обычной камеры, потому как у меня небольшая обновка. Сейчас вам ее покажу. Она находится здесь. Это процессор. Секунду. Для кого-то это уже старый процессор. Камера не сфокусируется, так как это веб-камера. Вон, даже видно отражение ее. Но скажу, это Core 2 Duo T9300, 2.5 частота, 6 мегабайт кэш и 800 мегагерц. Это максимально возможный процессор, который можно поставить мне в ноутбук. Причина добавления этого процессора в ноутбук была следующая. У меня, получается, была частота 2.0, 2 мегабайта кэш. Т, сейчас скажу точно, сейчас скажу точно его маркировку. компьютер. Т5800. Не знаю, сфокусирует или нет. Наверное, нет. Т5800. 2 гигагерца. В общем, максимальная температура его 85 градусов, то есть потом он отключается. Ну и остальные его модификации. В принципе, я не думаю, что кому-то тут особенно интересно, но, в общем, слабенький. Продолжим тестирование. Сейчас запустим тест 3D Mark и на этом старом процессоре и покажем, каким образом, какие показатели, точнее, покажет старый процессор. Он, как бы, средний процессор, потому что самый старый 1.7 я уже поменял на вот этот 2.0 и показатели он у меня увеличил. То есть у меня там был в индексе производительности 4 с чем-то там. Я не помню уже, сколько он там показывал. А сейчас стал показывать 5.1, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом посмотрим, сколько этот покажет. Я не буду весь этот ролик показывать. Я просто возьму некоторые фрагменты. сейчас, конечно, коры 7. Так, фокуса ни капли не мало. Так, наверно, не буду этот тест показывать. по-моему, бесполезный. Я лучше потом покажу по характеру, который он выдаст. Пока продолжается делаться тест, скажу, для чего же была выбрана такая доработка. Я конвертировал видео про поход. И там, получается, была такая ситуация, когда нужно было вставлять ставки там, ну где-то там не мог быстро мысли там сообразить. То есть потом, когда монтировал все, вставлял ставки определенные. И ролик получился там, вначале было снято кое-что на видео, потом было снято кое-что на саму камеру. Ну, я имею в виду видео с экрана. То есть, вначале было снято видео с экрана. Там показан был маршрут, трек, там все дела. Потом было снято видео на камеру. И в конце было завершающим этапом тоже снят небольшой ролик с экрана, в котором показывалось, ну, каким образом маршрут превратился в трек, там, ну, всякие там нюансы. Так вот, видео конвертировалось где-то в 40-минутное, порядка где-то 3-х часов. Ну, я, честно, не засекал, но очень долго. Может, 2 часа. Ну, не знаю. Я просто его не трогал, ноутбук. Сидел за компьютером. И, как бы, для меня показалось это очень долго. Потом, когда я запустил, то есть, не сразу выкидывал в YouTube, а запустил его, просмотреть, все ли нормально. Оказалось, что где-то около 5 вставок, я не знаю, по какой причине, может, я что-то не так сделал, они сместились по времени на 20 секунд. То есть, вот, была вставка, потом через 20 секунд был смысл видео. Соответственно, пришлось опять зайти в программку, которая все это делает, все переставить и начать заново процесс конвертирования. Ну, и, естественно, это продолжалось опять те же 3 часа. Именно это и сподвигло на покупку нового процессора. То есть, я потом это же видео попробую сконвертировать и скажу, насколько улучшился результат. Можно было, конечно, и лучше бы, наверное, было приобрести более мощный ноутбук. Скор и 3 там, или еще что-нибудь. Скор и 5, Скор и 7. Ну, пока финансы у меня это не позволяют. А, слава богу, позволили купить этот процессор. Поэтому, пока будем так улучшать свои технические характеристики, участвующие в производстве видео, скажем так, сумбурненько. Подходит наш тест к завершению. Это тест, который будет показывать, какие показатели производительности на данный момент показывает процессор, который стоит сейчас в ноутбуке. Потом будет такой же тест, но я, наверное, его не буду показывать, только покажу результаты. Может быть, затрону тему, где была показана именно отработка мощности процессора. То есть, вот тут есть тест процессора. Здесь было показано везде 0,1. То есть, 2 нигде не было. Разве что, единичка чаще обрабатывалась. То есть, 1,1 там, то есть, задержки были меньше. Посмотрим, как этот процессор покажет. Так, вот наш результат. Секундочку. Вот наш результат. И КПУ Спор. 1438. Сейчас мы все это дело заскриншотим. Таким вот образом. Назовем файл. Сейчас, секундочку. И назовем файл. Т58.2.0. Это рабочий стол. Пусть будет на рабочем столе. Сейчас будет процесс разборки ноутбука. И я его тоже засниму. Если кому-то будет там неинтересно, я потом сделаю выноску о том, что, типа, переместитесь на такое-то количество минут, ну, чтобы, например, это не смотреть. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Поэтому постараюсь этот процесс заснять. И тем более, здесь есть определенный нюанс, но он касается именно только пользователей вот этого ноутбука. Fujitsu Siemens, Amelopi 2540, 2550, и, наверное, 2530. Я о нем скажу, когда буду разбирать. Все выключаем. Завершение работы. Все выключается. Завершение работы. Наверное, добавлю еще немножко другого света. Да, толку с него никакого. Ладно, не буду его добавлять. У меня такой наборчик. Простенький. TopX. Преимущество в нем, что можно отвертками глубоко достать. То есть, вот, на всю длину. Бывают такие отвертки с насадками, то есть, вот, например, насадочка такая. Надо глубоко пролезть, и именно то, что насадка надета на там, как это называется. В общем, вы поняли. Вы все, конечно, поняли. О, сейчас, секундочку. Ну, вот, к примеру. Это, правда, большая насадка, но она надевается на насадочную штуку. И, естественно, эта насадочная штучка толще, чем сама насадка, и, соответственно, мешает пролезть в определенные отверстия. Например, как тут. Так, ждем, когда выключится. Это у нас выключится или нет еще? Да, уже выключится. Первым делом соединяем батарею. Ну, и затем желательно положить на что-нибудь мягенькое, чтобы не поцарапать ноутбук. Ну, это уже кому как. Кому-то, может быть, просто наплевать, то он делает, как это ему нравится. Его ноутбук хозяин-барин. Ну, и, соответственно, откручиваем. Субтитры создавал DimaTorzok я обычно болтики не вынимаю, я просто аккуратненько снимаю крышку и оставляю в сторону. Кому интересно, покажу внутренности. Немножко вкратце расскажу. Плохо же, конечно, фокуса не будет нормального. Я думаю, так все понятно. Вот это видеокарта. Она вынимается, то есть, это дискретная графика, но входит только такая карта, несмотря на то, что она дискретная, то есть, имеется в виду, что видеокарта на отдельной плате. Вот процессор. Процессор, затем идет карта, и затем идет радиатор охлаждения. То есть, вот этот вентилятор, который, соответственно, через радиатор прогоняет воздух. Так, чтобы у нас все было видно. Вот о чем я говорил, что теплопроводная трубка всего лишь одна. У нормальных, вот даже в том же Acer, у него теплопроводных трубок две, то есть, одна идет отдельно от видеоплаты, вторая идет отдельно от процессора. Соответственно, тепло отходит от камня на порядок лучше. Здесь же всего лишена одна, тем более нагревается процессор, затем нагревается вместе с ней видеоплата, и не знаю, чем они думали, мне такая идея не особо нравится, но имею то, что имею, скажем так. Теперь буду дальше продолжать откручивать. Продолжай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Люди брали, одевали перчатки, на руку одевали на запястье такую резиновую февню, которая убирает статику. У меня этого нету, а процессор менять надо. Поэтому извиняйте такие пользователи, что вам не убедил. Вот такая система охлаждения. Сейчас аккуратненько все это надо вытереть. Что я хотел сказать по поводу того, что именно для пользователей этого ноутбука, у этого ноутбука есть несколько модификаций. Одна из них это Amilo P2550. То есть у этого была модификация процессора 1.7 и 2 гектара оперативки, 250 гектар винт. В 2550 было все то же самое, только 1.8 по-моему процессор и 3 гектара оперативки и 320 гигабайт винт. Сейчас у меня здесь стоит уже 500 гектар винт, тоже 3 гектара оперативки и процессор 2.0. Вот процессор 2.0. Сейчас покажу вам процессор. Сейчас это все надо будет вытереть. Вот это видеокарта, вот это процессор. Жалко, что не фокусируется. Ладно. Так вот, о доработке. В видеоплате, вот эта видеоплата, здесь вот это соединение с видеоплатой, то есть соединение радиатора с видеоплатой было при помощи вот таких вот липучек, я не знаю как их назвать, то есть вот здесь была не такая штука, как бы медная такая вставка. Вынимается все, надо введение на ново все протереть и вставить. У меня их тут две, вот одна и вот на процессоре. Вытру и все заново натру. И все заново поставлю. Вот такие две вставочки на вот этот процессор. А была раньше вот такая резиночка. так вот нагрев именно вот этого процессора был очень сильный. То есть если процессор обычный нагревался где-то примерно до градусов 60 там 50 6 то вот этот всегда был на 8-10 градусов больше. Почему? Потому что именно вентилятор вот этот вентилятор охлаждения включался когда температура обычного процессора достигала 60 градусов. То есть вот как 60 градусов появлялось на вот этом вот камне то есть там где-то в датчиках запускался вот этот вентилятор. На вот этом пусть будет там 70 80 хоть 120 он все равно не запустится. И запускался только считывая именно с процессора информацию. И благодаря тому что поставил я вот эти вставки вот эти вот ставки именно медные то благодаря этому температура его упала. То есть она стала заведомо меньше чем у процессора. То есть получалось процессор теперь нагревается до 60 градусов а например вот эта плата то есть видеоплата нагревается где-то до 58 градусов. Соответственно это для нее стало легче. Она у меня сгорала приходилось ее прогревать феном там в общем всякие нюансы. ну пока я поставлю на паузу потому что уже 11 минут я просто откручиваю сейчас я буду вытирать это все но я думаю это и так понятно ничего такого нету заумного вытру и продолжим пока на паузу все вытер здесь у нас процессор здесь у нас видеокарта вот у нас эти вставочки маленькие то есть пока все отставляем как меняется процессор берется маленькая отверточка вставляется я думаю это все многие знают и вращается против часовой стрелки вот видите то есть вот так у нас было на пол оборота берется вынимается вот так щелочку щелчок оказывается должен быть давно я не вынимал то есть помнишь он должен просто выниматься вот такой процесс они если так вот смотреть то что вот в руке то новый сбоку который лежит на этом старый в принципе они сильно неотличимы так затем берем процессор сейчас из кадра я вылетел трошки желательно секундочку желательно не браться за вот эти контактные полосочки здесь у нас на процессоре находятся контактные такие площадки и в одном месте видите их нет то есть они так вот везде есть и здесь нет я знаю что многие об этом знают но я просто подразумеваю то что будут смотреть этот ролик которые люди которые не знают поэтому говорю всем и смотрим где у нас здесь в этом гнезде приемном нету вот этих контактных площадок то есть вот здесь у меня как раз есть место где их нету то есть вот этих отверстий соответственно этими отверстиями сюда и вставляем наш процессор делаем все аккуратненько никуда не спешим все должно встать очень легко ничто надавливать не надо то есть оно становится просто и легко ну и затем естественно тут кстати даже тоже наверное фокуса у нас не будет тут у нас нарисовано замочек открыт и написано open а тут написано closed и замочек закрыт соответственно вот это положение closed мы должны замочек закрыть до конца все процессор у нас стоит ой с кадра вышел извините старый процессор идет на место нового и закрывается в коробочке закрою сфотографирую и выставлю на продажу все теперь берем термопасту у меня это КПТ-8 может быть есть лучше пасты скорее всего что есть лучше пасты но я скажу так что я в принципе периодически делаю тех ну как бы ревизию пастей всему то есть меня устраивает именно эта паста она конечно со временем твердеет твердеет но я думаю что любая паста твердеет теперь немножко остановимся на том сколько наносить пасты я когда только начинал это делать то я думал чем больше тем лучше потом увидел видео о том что много не значит хорошо чем я наношу я ее пальцем извините что не делаю так как вы делаете может быть вы там лопаточка или еще чем-то я наношу пальцем не знаю ничего страшного не было ни с пальцем ни с процессором если у кого-то есть знание другого толка в том что это опасно в том что это там может быть какой-то жировой свой создает или еще что-нибудь пишите в комментариях приму к сведению но если это действительно имеет место быть а не просто какие-то там трипалки наносить надо вообще очень мало просто чтобы чуть-чуть было задача термопасты просто передавать тепло и не больше передала тепло все значит свою работу сделала теперь нужно так сейчас мы протрем плавец и будем примерять куда же нам стоит где нам стоит надеть наши что надо чтобы не по поводу нанесения пасты что вот например ее нужно много у меня был случай у друга скажем так небольшое отступление ему у него сломался компьютер ему прислали новый подарили новый подарили в общем когда он приехал этот компьютер все когда компьютер приехал он отказался работать позвонил мне я пришел не включается и все стали разбираться в чем дело подумали может быть проблема видеокарте тоже посмотрели вроде бы с видеокарты все нормально в общем когда мы добрались до процессора я снял радиатор процессорный затем снял ну то есть стал смотреть а затем снял сам процессор и увидел что так аккуратненько все это ставим все должно быть ровненько то есть не должно быть никаких вот где-то выше где-то ниже то есть все должно быть идеально одного расстояния только в таком случае теплоотдача на радиатор будет идеальной ну и тут соответственно у меня пронумерованные номерки в какой последовательности закручивать покажу может быть видно будет мне кажется не видно ну вот один два три то есть это чем-то напоминает зажим этого покрышки в автомобиле не покрышки а колеса я сперва все по чуть-чуть наживляю полностью не закручиваю так одной рукой делать неудобно так еще немножко ровнее так вот оказалось у него вылетела мысль с головы оказалось у него термопаста титаниум там какая-то была термопаста она оказалась сильно жидкая и вот именно из-за того что она была сильно жидкая она затекла под процессор прямо на вот в посадочное гнездо там пару этих в пару пару ячеек там и на самом процессоре но я попытался это как-то протереть хотя в принципе я думал может быть это дело не в этом и спирта туда налил в общем там аккуратненько ваткой все дела но он так и не заработал других причин я не нашел тогда друг взял процессор отнес в мастерскую где ребята промыли именно материнскую плату в ванне ультразвуковой ванне и компьютер заработал то есть оказалось что мы просто недостаточно хорошо но в наших условиях это в принципе было невозможно недостаточно хорошо протерли процессор и вниз до куда она вставлялась то есть неисправность мы нашли но нашими средствами устранить ее было невозможно так как у нас не было ультразвуковой ванны так что это все к тому что не надо очень много наносить термопасты в данном случае много не значит хорошо все хорошо в меру и термопасты тоже хорошо в меру не знаю сколько затянет это видео вы конечно извиняете не факт что люди его много будут смотреть но это видео как бы для тех кто в теме я когда смотрю определенные ролики когда мне вот но нужна какая-то помощь и я что-то там не понимаю я бы конечно с удовольствием смотрел бы все до подробности потому что иногда казалось бы вроде бы все понятно как начинаешь делать возникают какие то вопросы поэтому хорошо когда есть подробные ролики все объясняющие когда занимался солнечной батареей то есть еще там обдумывал все это нашел в интернете один ролик может быть даже ссылку на него вставлю так вот в этом ролике мужик на английском языке рассказывает процесс изготовления солнечной батареи ну рассказывать себе и рассказывает там что там такого в принципе ничего сложного нету но он там стал заливать эту панельку такой как бы силиконовой фигней которая находится у него в америке и она как-то назвала как она называется непонятно так что полные комментарии иногда бывает в тему все смотрим все аккуратненько закрыли все должно аккуратненько захлопнуться и теперь закручиваем наши винтики я сильно не зажимаю сразу просто прохожусь аккуратненько вообще в принципе сильно болты не зажимаю так как разбирать приходится регулярно просто для того чтобы прочистить ноутбук вот так что получилось будет раз в два месяца я разбираю просто чтобы почистить ноутбук от пыли напомню что ноутбук у меня с 2000 с конца 2007 года так все наш дом был собран сейчас надо его включить интересно запустится он с этим процессором или надо будет систему ставить наново посмотрим вместе с вами запускаю первый раз смотрим смотрим ну вроде пока все отображается выключим а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...